МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это будни главы. На этой неделе глава республики Коми особое внимание уделил вопросам развития образования. Владимир Руйба проверил, как идет строительство школ и подготовка к новому учебному году. Неоднократно он говорил, что в основе решений любых вопросов должны стоять интересы простых жителей республики. И пример тому – история многодетной семьи Кулеминых из Сыктывкара. На неделе вопросы развития образования были в приоритете рабочих будней Владимира Руйба. Глава Коми проинспектировал строительство школы на 825 мест в Эжинском районе Сыктывкара. В местечке Емваль она возводится по национальному проекту образования. Сейчас на стройке трудятся более сотни рабочих. Строительная готовность – 18%. Подрядчик рассказал руководителю региона о сложностях, с которыми сталкиваются его специалисты на строительной площадке. Приходится искать новые технологические решения. Когда плиты соединяются, там делается дополнительное армирование, заливается и часть бетона заходит в плиту. Мы это все разбирали детально с заводом. Владимир Руйба подчеркнул – темпы необходимо наращивать, в том числе привлекая ресурсы студенческих строительных отрядов. По словам подрядчика, взаимодействие и с Минстроем, и Миноборнауки Республики есть. В свою очередь Владимир Руйба заверил, что готов лично подключиться к решению сложных вопросов. Еще раз прошли с руководителем стройки, с подрядчиком, посмотрели все узкие места. Обратил внимание на то, что и подрядчик, и я сегодня свяжусь с Пермским краем, поскольку у нас весь железобетон идет из Перми, о том, что есть задержка стороны Пермского завода железобетонных изделий по некоторым составляющим, регулям, по панелям. Вот сегодня переговорю с губернатором Пермского края с тем, чтобы нас из графика не выбивали, потому что у нас действительно все идет по дням. Но на сегодняшний момент стройка идет в плане. Проверять ход работ глава КОМИ будет ежемесячно. И, как отметил Владимир Руйба, есть полная уверенность, что школа будет сдана по плану. В 2023 начнется строительство еще одного образовательного объекта в столице региона. Для жителей микрорайона «Орбита» это событие долгожданное, ведь сейчас многим школьникам приходится учиться во вторую смену. Новое учебное заведение рассчитано на 825 мест и будет оснащено всем необходимым для обучения, в том числе двумя спортзалами и бассейном. Такую школу в КОМИ еще не строили. Сочетание стиля неоклассицизма с КОМИ-орнаментом на фасадах и современные учебные классы со всем необходимым оборудованием. Важный момент. При строительстве будут использованы преимущественно местные материалы. На данном объекте у нас является генеральным подрядчиком компании «УЗАЛЕС» по проектированию и строительству данного объекта. Это наш проверенный партнер Республики КОМИ, который всегда выполнял взятые на себя обязательства. Данный объект спроектирован с учетом применения материалов, которые у нас в Республике производятся в большей степени, вплоть до оснащения объекта. То есть на 80% данный объект будет из продукции, которая производится на территории нашего региона, с объектом. Возводить школу в столице КОМИ будут с помощью инфраструктурного бюджетного кредита, который удалось получить правительству региона. На эти средства построят жилой квартал, но вместе с ним благоустроят прилегающую территорию. Появятся социальные объекты. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации наша республика получила инфраструктурный бюджетный кредит. Он такой многоуровневый, но вместе с тем там есть один из главных элементов для нас, как для отрасли образования, это строительство большой школы. Школа на 825 мест. Уникальный проект, проект уже готов. Начало строительства запланировано в сентябре. Сдать школу должны до конца 2024 года. Как и все значимые социальные стройки, этот объект будет на личном контроле главы республики. В 13 отдаленных сел в этом году должны прийти качественная связь и интернет. Так по региону уверенно шагает программа устранения цифрового неравенства. Этот проект один из самых затратных. Цифровое развитие требует просто колоссальных вложений. А масштабы нашей республики придают масштабы и финансированию. Планы реализуемы только с поддержкой федерального центра. Покупки в магазинах, доступность сервисов госуслуг. Цифровая цивилизация, к которой привыкли жители мегаполисов. Уверенно шагает она и в наши дома. Планы у тех, кто цифровизацию несет, далеко идущие. Больше 150 населенных пунктов до сих пор находятся вне зоны покрытия широкополосного интернета. И здесь-то субъекты и выручает федеральная программа устранения цифрового неравенства. Для нашего региона это реальный шанс закрыть все проблемные точки на цифровой карте. На сегодняшний день мы успешно завершили программу цифрового неравенства этапа 2022 года. Все 14 базовых станций, которые были запланированы к строительству по состоянию на 31 марта 2023 года, введены в эксплуатацию. Все успешно работает. Среди счастливых обладателей качественной связи теперь и жители интинского села Петрунь. В этом году благодаря интернету сельчане без лишних тревог пережили паводок. Большая вода заставила понервничать, перевалила критическую отметку в 840 сантиметров. Эвакуационный пункт не пригодился, а вот информация из социальных сетей очень выручала. У нас есть сейчас интернет, и очень много помогает по этому поводу соцсетей. Вся информация от администрации Инты выкладывается в соцсети, когда, какое время, сколько воды было, и люди знают, что и как. Они прекрасно знают, сколько сантиметров им надо, чтобы до дома дошла вода. Это все знают. И поэтому ориентируются сейчас более-менее спокойно. Лет 7 назад было, да, паническое настроение, сейчас более-менее хорошо. Информации намного больше. Сегодня в селе Петрунь живут 320 человек. Есть фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, школа. И новость о качественной связи и интернете обрадовала именно юных сельчан. Петрунь у нас село, в котором наибольшее количество детей и молодежи по сравнению с другими селами Инты. Поэтому интернет, конечно, им был крайне необходим. Сам имею оперативную связь с сельчанами. Старшеклассники школы ВКонтакте приглашают на дружеские волейбольные игры. Пишут мне по другим вопросам. Вопрос по проведению в селе мобильной связи и интернета удалось решить благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства. Большую поддержку в этом оказал глава КОМИ Владимир Викторович Уйба. При его содействии труднодоступное село Петрунь включили в программу. Надеюсь, что цифровизация села привлечет молодых специалистов. Будут возвращаться выпускники домой. Тем более, что село очень крупное, хорошее. Оборудование для базовой станции в Петрунь завозили по зимнику. В конце прошлого года была сложная ситуация на рынке коммуникативного оборудования сроки закупок затянулись. Но, несмотря на трудности, интернет в село пришел. Одной проблемной точкой на цифровой карте региона стало меньше. Но есть в Инте населенный пункт, где решить проблемы со связью намного сложнее. Жители поселка Аджвавом сегодня пользуются спутниковой связью. Здесь установлена малая базовая станция, радиус действия которой всего 250 метров. К сожалению, жители у нас ограничены. Доступа к качественной связи не имеют. Строительство волоконно-оптической линии связи усложнено тем, что населенный пункт находится на довольно-таки большом расстоянии от ближайшей точки подключения. Это порядка 130 километров болотистой местности. Стоимость строительства составляет порядка 100 миллионов рублей. То есть сумма довольно-таки большая. Поэтому мы начали искать альтернативные варианты подключения населенного пункта все-таки к качественным услугам связи. Сегодня по поручению главы республики наш Минцифры провел переговоры с правительством соседнего Ненецкого автономного округа. И выход нашли. Поселок Харута в соседнем Нау находится всего в 30 километрах от нашей границы. Вот оттуда протянуть оптиковолоконную линию в Аджвавом вполне реально. Нестандартные технологические решения должны улучшить качество связи и в Усть-Цилимском районе. Сегодня этого ждут жители Нонбурга и Мыловы. Дополнительно по поручению главы республики Коми мы прорабатываем вопросы альтернативных источников связи в труднодоступных населенных пунктах, смотрим на новые технологические решения, которые есть, и прорабатываем вопросы их реализации, в том числе с федеральным министерством. Также надеемся, что эти проекты у нас будут реализованы. Зачатки есть, пилотные тестирования в отдельных населенных пунктах проведены. Дальше надо понимать, как эта технология должна будет использоваться в целом по республике Коми. Доступ к кварталу госуслуг, возможность дистанционного образования, новые возможности для телемедицины и обычного общения. Все эти сервисы станут доступными еще двум тысячам жителей Коми в этом году с приходом интернета. Глава Коми неоднократно отмечал, что неважно, о каком населенном пункте идет речь, одинаково комфортно должны себя чувствовать жители и больших городов, и маленьких деревень. Относиться к каждой человеческой истории ответственно и подключаться лично к решению сложных вопросов – вот то, на что всегда указывает глава республики всем наделенным властью. Многодетная семья Кулеминых из Сыктывкара благодаря поддержке Владимира Уйба смогла решить свою коммунальную проблему. История тянулась много лет. Вот так непрошено большая вода приходила в дом многодетной семьи. За 14 лет здесь пережили пять серьезных потопов – испорченная мебель, полы, обои. Не жизнь, а какое-то испытание. В мэрии Сыктывкара разводили руками. За помощью Кулеминым пришлось обратиться к главе республики. По поручению Владимира Уйба семья получила финансовую помощь в один миллион рублей. Мы проделали огромный объем работ, гидроизоляция дома, откопали фундамент, все это сделали очень серьезно. И вот на этот участок ушла у нас еще досыпка 140 кубов песка. Входная дверь поднялась на 35 сантиметров. И, в общем-то, мы этот вопрос решили. А еще строительных материалов хватило на пристройку к дому в 60 квадратных метров. Как раз в пору растущей семье. Если сейчас мы посмотрим на этот проем, мы увидим старую часть дома. Если взять историю строительства, по-моему, в 2005 году строился дом, он планировался вообще 8 на 8 метров. Но в процессе стройки планы менялись, добавилась еще часть, он получился 12 на 8. И потом добавили все-таки еще одну часть, документы все оформили, и дом получился практически 12 на 12. Строительство в этой семье всегда дело общее. Работы хватает всем. Пока старшие штукатурят, сверлят, младшие убираются. Глава семьи для сыновей – пример в каждом деле. На все руки мастер и сантехник, и электрик, и маляр. Я занимаюсь не только электрикой, и здесь много каких работ было сделано, в том числе и с примирением моей рабочей силы. Почти на каждом этапе строительства электрику именно в этой половине, наверное, в основном я один делал. У нас папа давно этим занимается, и я с детства привык видеть розетки изнутри, провода греные и все такое. Поэтому особой боязни это не вызывает. У родителей Кулеминых 13 детей, старшему из которых 32, а младшему 10. Рядом с общей семейной фотографией, сделать которую получается только в новогоднюю ночь, когда собираются все под одной крышей, такая ценная для этих сыктывкарцев награда – орден родительской славы. Как говорит Владимир Кулемин, сегодня многодетные семьи республики получили заслуженное внимание и уважение. И чувствуется это не только на словах, но и на деле. За все прошлые годы мы сильно не чувствовали, практически не чувствовали. И только с приходом от нового главы мы реально увидели помощь и желание помочь многодетной семье. До финальной точки большого ремонта в многодетной семье еще далеко. Новую пристройку надо обшить, облагородить территорию вокруг дома. Но трудности и работы здесь не боятся. Ведь главное, что они вместе, а вместе Кулемины – это сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин